Привет-привет! Сегодня мы находимся в Латвии, в Саласпилском национальном ботаническом саду, где по анонсам зимует латвийское лето и прячется северное сияние. Давайте пойдем и посмотрим. 25 и 26 декабря в Саласпилском национальном ботаническом саду можно было пройти по сенсорной тропе при свечах, которая вьется через розарий, хвойные деревья и рододендроны, огибая зелень ясеня и барбариса в сторону оранжерей. Это мероприятие называлось «Лес свечей». Во время мероприятия можно было не только пройтись по дорожкам ботанического сада, которые купали в свете свечей, но и ощутить настоящую зимнюю сказку. А также оба дня маленьких посетителей встречали в зале знаний ботанического сада, чтобы они могли почувствовать праздничное настроение вместе с гномами. Национальный ботанический сад находится в городе Саласпилс в Латвии. Учреждение находится в ведении Министерства охраны окружающей среды и регионального развития. Площадь ботанического сада составляет 129 гектар. Таким образом, это самый большой ботанический сад в Латвии. Национальный ботанический сад в основном занимается дендрологическими исследованиями, селекцией декоративных растений, ягодных и травянистых растений, а также изучением родов луковичных растений. Как вы можете видеть, с 25 ноября по 5 февраля в галерее Оранжереи проходит выставка керамики и живописи. Совместная выставка могла бы стать уникальным сочетанием двух природных стихий огня, изготовления керамики путем обжига материала и воды, акварельной живописи. Это совместная выставка двух латвийских художников – Александра Зуабена и Айня Эрдмэня. Ботанический сад был основан в 1956 году на базе Саласпилской опытной станции декоративного садоводства, которая в свою очередь являлась садоводством Кристиана Вильгельма Шоха, созданном в 1898 году. В 1836 году предприимчивый садовник Шох основал садоводческую компанию в Риге. По мере расширения Рижского порта в 1898 году он был переселен в Саласпилс, где сегодня находится Национальный ботанический сад. Компания Шоха закупала семена и саженцы для размножения в Западной Европе, в том числе у знаменитой лесной школы Шпеца в Берлине. До Первой мировой войны Саласпилский питомник ежегодно продавал от 50 до 60 тысяч плодовых деревьев и даже больше декоративных растений как в Латвии, так и в европейской части России. Во времена независимой Латвии, как по площади, так и по разнообразию растений, в Саласпилсе был самый большой лесопитомник в странах Балтии. В 1944 году питомник был национализирован и создан государственный опытный питомник плодовых деревьев и ягод. В 1947 году он был продан как экспериментальная садоводческая станция. Однако, вне зависимости от изменений в названиях, здесь, исходя из богатого опыта, широко выращивались плодовые деревья, ягодники и декоративные растения. 1 сентября 1956 года латвийские ученые добились, чтобы питомник стал ботаническим садом Академии наук. В то время это было структурное подразделение Института биологии Академии наук Латвийской ССР. В 1968 году сад получил статус Научно-исследовательского института. Когда Латвия восстановила свою независимость, в 1992 году сад получил статус Национального ботанического сада, что на законодательном уровне признало его образовательным, культурным и научным объектом государственного значения. Коллекция растений Национального ботанического сада насчитывает около 14 тысяч единиц. Более 5 тысяч можно найти в Дендрарии, который является одним из крупнейших дендрариев Северно-Восточной Европе. Есть также различные другие экспозиции, такие как фруктовый сад, розарий, декоративные растения, и в оранжереи можно увидеть растения со всего мира. Ярмарки растений ботанического сада, которые проходят раз в месяц с апреля по октябрь, стали популярным событием среди любителей садоводства. В ботаническом саду регулярно проводятся различные другие мероприятия, тематические экскурсии, занятия и лекции. Так как вы думаете, здесь зимует латвийское лето? На этом сегодня все. Пока-пока. Скоро увидимся в другом, но не менее интересном месте. Продолжение следует...